Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видео-обзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видео-обзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной приманке от компании Alvega. Модель называется Bullhead. Данная приманка поставляется в довольно классической упаковке, соответствующей многим силиконовым приманкам. Имеет длину данной приманки 5 см, что у нас и говорится на данной упаковке. Поставляется в количестве 7 штук. Приманки идут в так называемом контейнере, размещанном внутри данной упаковки. Приманки промасленные и являются съедобными силиконовыми приманками. Соответственно, в данном случае это, конечно же, не масло, а некий аттрактан. Данная приманка выглядит довольно необычным, на мой взгляд, образом. Сверху данная приманка выглядит довольно упитанной. Но если смотреть сбоку на нее, как бы в профиль, то данная приманка, как мы видим, приплюснута в вертикальной части. Имеются также на данной приманке некие плавнички. И по бокам три таких ребристых пупырчатых каких-то выступа. Данная приманка изготовлена из довольно плотного силикона. Эластичность данной приманки, как мы видим, не совсем уж такая идеальная. Подвижны только хвостовая часть. Причем, условно говоря, на коротком участке. Порядка одного сантиметра. Имеется довольно активная подвижность. Пяточка данной силиконовой приманки довольно-таки некрупная. Идеально, на мой взгляд, подходит оснащение данной приманки овсетным крючком, либо одинарным крючочком. Также, в принципе, и вполне подойдет джиголовка с жестко впаянным в нее крючком. Ну, опять же, соответствующего размера. Чебурашки я использую порядка 4-5 грамм для данной приманки. На мой взгляд, этот вес вполне-таки подходит. Использовал я данную приманку на стоячих водоемах. Опять же, в водоемах, где присутствует течение, грузы уже, скорее всего, нужно использовать побольше. Ну, в зависимости, опять же, от силы течения. На пруду я в основном применяю по окуню. Проводку я использую в основном джиговую. Но выполняю ее не оборотами катушки, как многие делают, допустим, 2-3 оборота катушки и пауза. А я именно выполняю проводку по типу подбросов приманки, отрывая ее, соответственно, от дна. Делаю довольно резкие взмахи кончиком удилища. То есть, приманка ведет себя на дне. Когда мы ее кладем на дно, опускаем приманку, соответственно, делаю резкий взмах кончиком удилища. Приманка поднимается где-то на порядка 20-30 сантиметров. И, соответственно, на паузе начинает опять же падать. Почему я делаю именно резкий взмах? Ну, мне так показалось, что за счет, скажем, скованной какой-то эластичности данной приманки, именно резкие взмахи заставляют довольно активно подрываться приманку с места, за счет чего у нее довольно хорошо работает в данном случае хвостик. Если же выполнять какие-то мягенькие подбросы, то хвостик, в принципе, он, конечно же, играет, но не столь резко. Соответственно, возмущение в толще воды, на мой взгляд, довольно невелики. Ну, это опять же мое личное мнение. Возможно, кто-то использует другие проводки, кто-то по-другому думает. Ну, я именно использовал такую проводку. И данная проводка мне довольно-таки неплохо позволяла соблазнять окуня. Окунь попадается как от мелкого размера и вплоть до довольно неплохих экземпляров. На данную приманку влетают окуня. Также можно выполнять классическую равномерную проводку в толще воды. В принципе, тоже данная приманка вполне может работать. Но в моем случае, в моих условиях, именно вот такой способ проводки, который я озвучил ранее, работал как-то более эффективно. Всем могу рекомендовать к приобретению. По окуню она работает 100%. По щуке же все-таки использовать, я думаю, более крупные приманки, возможно. Если кто-то ловит ультралайтовую щуку, ну, это условно-то говоря, на легкие приманочки, не крупную щучку, то, в принципе, тоже вполне могу рекомендовать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.